Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу говорить об очень интересной теме, о том, что мы можем иметь плод Духа в нас. Вот Дух, то, что родилось для Бога, то, что Бог подкрепляет, то, что растет в нас и будет вечно жить, оно может иметь плод Духа. Я прочитаю, как это написано в Галатаме. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет законов. В этом мире много всяких законов, но те, у которых любовь, плод Духа, который включает в себя и все остальные качества, которые здесь описаны, это очень важно. Тогда он, так сказать, в Божьих глазах ему угоден. Очень важно, правда, плод Духа иметь в нас. И почему именно на первом месте любовь? Не знаю, я встречал людей, у которых очень много терпения, но терпеливые просто. Но любви нет настоящей, милосердия нет. То есть, поэтому всегда все начинается в любви, как и в нашей христианской вере. Все начинается с любви, да. Возлюби Бога всем сердцем, всей крепостью, всем разумением своим и ближнюю, как самого себя. В этом законы пророки, так говорит Иисус, именно в любви. И Бог есть любовь. Поэтому Он послал Своего Сына, так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это наш любимый стих Иоанна 3, 16. Ну и в другое еще слово мне очень важно к эфесянам. Вот здесь Павел очень много говорит о церкви. Вот церковь это общество людей, это не здание. Это общество людей, которые друг друга любят. Которые вместе делают общее дело. Они вот как организм, в котором и рука, и нога, и глаза. Каждый член нужен. И они вместе делают большое дело. Они едины. И эта любовь, она вот просачивается, она чувствуется. И вот я прочитаю, как это здорово написал Павел к эфесянам, все же, глава с 15 стиха. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть в головах Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Истинная любовь. Не фальшивая любовь, а истинная любовь. Вот любовь, которую ты чувствуешь, которая, так сказать, истинная, правильная. В ней ничего, ты не ищешь никакой выгоды своей. Ты хочешь того, чтобы другому было хорошо. И интересно ей вот в этом организме Христа, он говорит, что каждый, когда испытывает эту любовь и делает с любовью то, что все, что он делает, тогда он растет, укрепляется и само тело созидается в любви. Очень важно. Я думаю, вот для этого Бог нам дал всякие дары. Для этого мы делаем наше богослужение, чтобы здесь проявлялась любовь Божия. Чтобы мы ощущали этот плод Духа. Да, и мне это очень дорого, потому что именно этот плод Духа, это говорит о том, что характер Христа в человеке, вот характер изменился. Там, так сказать, стало все, так сказать, наполнено так, что для тебя вечность важнее, чем то, что проходящее в этой жизни. И ты стремишься другим людям тоже помочь найти путь к вечности, чтобы быть с Богом вечно и быть счастливыми. Не только здесь на земле, но и там в вечности. Не знаю, я думаю, все время я об этом вот послании к коринфянам 13 глава. Это, ну, песнь любви, так называют ее. Там Павел пишет, что такое любовь. И он описывает именно настоящую, сильную любовь, которую можно получить только через Бога. Он говорит, что любовь, она никогда не перестает. Эта любовь всему верит. Она всему надеется. Она не ищет своего. Она ищет пользы, радости для другого. Она долго терпит. Она приветлива. Она милосердна. Именно эта любовь. И в ней, как он в первых стихах говорит, нету вот так сказать, что я выше другого, потому что мой талант, вот такой вот я то и то могу делать. Или я что-то мне больше отдал денег, или отдал все, что у меня было. Вот поэтому я хороший. Нет, потому что именно характер изменился. Характер Христов стал в твоей жизни. И ты можешь людей вот так вот любить, доверять. Не всегда это слово доверие, оно такое сильное. Когда ты доверяешь человеку, я всегда думаю о моей матери. Вот как она, когда я покаялась, говорит, молись за меня. Вот я знаю, Бог тебя слышит. Я молюсь, и она исцеляется. Как часто вот эта вера в другого человека, доверие ему, как Бог нам доверяет. Ведь он из нас грешных сделал вот своих детей. Иметь имя, мы дети Божьи. Представьте себе, какое-то величайшее имя. Он сделал из людей грешных своих детей. И наполняет нас своей любовью. И доверяет нам все, 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 все свои благости, которые он давал. Даже вот, ну, плод духа может быть в человеке. Вызреть, быть настоящий, вкусный, красивый плод духа. В которой есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это дает Господь каждому человеку, который смиренно приходит к нему и говорит, Господи, прости меня, я до сих пор жил без Тебя. Я жил для себя. Я жил по каким-то правилам, которые Тебе были неприятны. Господи, сегодня я хочу жить с Тобой. Господи, я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце. Я верю, что только Твоя жизнь, Твоя смерть на кресте спасает меня от всякого греха. Я верю Тебе. Вселись в меня. Живи во мне со своей любовью. Я даю Тебе простор в моем сердце. Живи и действуй. Да поможет нам Господь в этом и благословит каждого из нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok